Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Киселёв. Как вы уже поняли, в огород Великой России брошен обгрызанный камень. Итак, индускам не ед. Кому это выгодно? Ха, конечно, Америке, кому же ещё? То, что Штаты решили подобраться к российской границе через Индию, понятно даже первокласснику. Абученный ЦРУшниками индус прогрызёт тоннель через Тибет и вылезет где-то под Иркутском. А оттуда до Москвы каких-то 7 дней на поезде. Вы сомневаетесь в этом коварном плане Обамы? Тогда просто посмотрите этот видеоролик. Заметьте, именно красный кирпич жадно уплетает за обе щёки этот камнежуй. Не белый, из которого построен белый дом в США, нет. Он ест именно красный. Прогрызть дыру в кремлёвской стене и добраться до Владимира Путина. Вот истинная цель индуса Пикерапа Хунагунди. Кстати, внимательно вчитайтесь в это словосочетание. Индус Пикерапа Хунагунди. А теперь посмотрите, что будет, если перемешать эти буквы. К Путину идёт Хунта. Совпадение? Не думаю. А что, если американцы подготовили в Индии не одного такого агента, а тысячи, миллионы? Вполне возможно, ведь и в США, и в Индии есть Штаты. А миллион индусов-камнеглотов, припевая и пританцовывая, за считанные минуты могут превратить Москву в пустыню. А теперь просто посмотрите на фотографию обычных российских дорог в Саратовской области. Думаю, объяснять, кто съел весь асфальт излишне. Как российские десантники будут проходить военную подготовку, не разбивая кирпичи о голову? Что теперь будет с Лавровым, Кобзоном и другими российскими политиками, у которых лицо кирпичом? Кто защитит россиян, которые столько лет жили за Путиным, как за каменной стеной, когда эту стену съест какой-нибудь хунагунди? Быть строительным мусором в прожорливой пасти Запада или стать кремнем, который окажется не по зубам дяди Сэма? Выбор за вами. Всего доброго. С вами был Дмитрий Киселёв.